у нас обычно минимально это 2 миллиона в ход долларов вот и мы ему помогаем их разместить в зависимости от их параметров если у тебя нет двух миллионов у тебя такой проблемы просто нету вот и ты думаешь не как типа сохранить а как типа заработать всем привет вы на канале сан франциско navigation hub и вот на протяжении следующих 30 минут может быть больше меньше посмотрим как смонтируем мы будем говорить с огней о том как она переехала в америку и сум с нуля построила карьеру финансиста работала в крупнейших банках в одном из них это морган стены сейчас как правильно банк называть ремен джеймс и помогает вот банком управлять миллиардами долларов взаимодействует с клиентами которые эти деньги поэтому не переключайтесь смотрите до конца задавать свои вопросы огни обязательно следующих интервью расскажет вам ответ на ваш вопрос поехали расскажи про себя как ты вот оказалась текущей точки мы сейчас сидим в таком классном офисе в авентуре в майами вот здесь везде белые стены я знаю вы только недавно переехали вся команда ваша сюда переместилась полкоманда кстати скапс полкоманда в нью-йорке полкоманда здесь вот вы пришли отсюда ниоткуда нибудь а из морган стэнли да то есть большой команды серьезный бизнес как правильность твоя должность а синер вайс президент и директор вот целый директор синер вайс президент как-то докатилась я приехала сама из казани вот я здесь ходила в землячка почти почти я как бы всегда хотела приехать в америку на самом деле мне здесь импонировало почему-то всегда с пяти лет у меня была такая цель что точно буду жить в америке не знаю почему вот и я сюда приехала я здесь была в high school пошла потом сколько тебе лет было мне было сколько мне лет я сюда пару раз приезжаю в первые 15 лет где-то первый раз это приехала лет в пятнадцать потом по обмену или с родителем мамы мамы я приехала мама как приехала мама вышла замуж мама познакомилась со своим будущим мужем в испании он нас сюда привез и вот мы как бы переехали правда несколько раз переезжали потому что приехали первый раз нам вообще здесь не понравилось но мы жили там каких-то собор без в лонг-айленде и как было после такой казани где принципе все уже там лет в пятнадцать шестнадцать у тебя уже самостоятельная жизнь приезжаешь сюда и здесь такое американские школы где там спрашивает все непонятно языка еще вообще тогда не знала совершенно то что принципе не учил его почему не учила в общем я сюда приехала и так как в россии все было в принципе достаточно прямая дорожка потому что у меня мама там знала всех людей я знала что под университет не нужно было прям сильно учиться а сюда приезжаешь это как бы вот в этот не связи не вообще ничего нет и ты как бы понимаешь окей надо все самой вот и поэтому сразу же с первого дня очень сильно начала учиться стала там вообще просто отличницы хотя до этого была вообще трощница в россии потому что ну как то там даже это не имело значение то что трощница то что нам отличница все равно вы все шли по блату там как вот и здесь очень начала сильно учиться с первых дня тоже работала одновременно вот какая первая работа у тебя была я была хостес в каком-то таком стейкаусе короче ну в общем это было как бы хорошо для того чтобы начать хотя бы что-то делать сначала пошла в комьюнити колледж потому что я не успела все равно попасть какой-то университет поэтому проучилась комьюнити колледж год потом пошла уже в такой нормальный колледж андеград финансы изучала параллельно работала real estate агентом вот но как только взяла первый финансовый курс я просто в него влюбилась просто поняла что ну как бы и математика которую я очень хорошо знала и но она применимая математика для меня это вот прям было знаете такое о как это применимо то есть мы там что-то учим и это можно в реальную жизнь проблема в том что когда я заканчивала колледж ну как бы до сих пор после этого 2007 8 там когда много-много инвестор вместо банки индустрии начала закрываться даже раскрываться там много банков просто рушь рухнула вот нужно было как бы все равно достаточно очень усиленно искать работу то что до сих пор тогда еще увольняли не было такого притока финансы вот но в общем все равно начало в United Bank of Switzerland как практикант вот потом начала работать ассистентом вот поработал там какое-то время пошла на MBA вот и как только закончила MBA меня одна моя бывшая коллега я просто с ней вот встретилась на drink говорю маш я ищу работу вот он говорит пришли поговорить с Андреем вот я пришла на следующий день он мне посмотрел глаза 20 секунд и сказал ну чё когда начинаешь вот я такая как это так обычно тут американские интервью обычно там не знаю там 5-10 раундов ты отвечаешь на миллиард вопросов он такой нет я все прекрасно понимаю что будет все хорошо Андрей это будущий босс твой да да в тот момент да он был был мой будущий босс потому что я как бы только еще все равно была на начальном уровне все равно перешла Морган Стэнли как ассистент а вот последние восемь лет он как бы он и Морган Стэнли промотнули меня сначала до бизнес-девелопмент директора вот а потом я стала партнером то есть это вот три три с половиной года назад я вошла вот эту партнерскую программу и вот так вот стала партнером средний вот буквально сейчас в декавере мы буквально две недели назад перешли в Реймон Джеймс с Морган Стэнли Расскажи вот ну как ты думаешь вот что из того что вот ну с тобой вот может быть в личной жизни происходило или может ты книжки читала влияла вообще на твое развитие что вот было такими какими-то ключевыми моментами которые помогали тебе как бы задуматься чего-то большего захотеть потому что я думаю многие из американцев вот смотришь например да там например там в Кремниево долине я живу американцы обычно работают там условно хостесами барменами там и так далее те кто приехал откуда они там строят бизнес странно да почему вот как вот ну что на тебя повлияло расскажи какие ключевые моменты были такие интересные знаешь это было на самом деле вообще с детства я как бы росла в Казани и тот момент меня мама только растила и все и часто очень часто были такие моменты что ну вот вообще не хватало денег вообще то есть у нее у нее там в один момент был бизнес потом она его продала потом ну как бы там же нестабильная все время ситуация была ну то есть там не как в америке да там строишь карьеру и т.д. а там что-то не так пошло кому-то нужна твоя должность и все и вот и было очень много ситуации когда ну просто практически были вообще без денег я как бы себе поставила цель чуть ли не там я по-моему лет в десять что я стану финансово независимо несмотря ни на что и причем ни от кого ни от кого зависит то есть там не от даже если ты не знаешь что ты не знаешь что будет завтра вот и то есть у меня с первого дня как я приехал в америку меня было просто такая цель я все равно я не знаю как не знаю что я все равно добьюсь того что у меня была по крайней мере ну может быть там я не стану каким-то там а-ля стив джобзом или все что-то но будет такая достаточно хорошая финансовая подушка и поэтому мне и финансы очень резонировали потому что ну бы я все видела что люди которые работают финансовой сфере у них есть определенные и навыки и также там компенсации поэтому вот это у меня больше драйвала всегда очень сильно какие может быть книги практики и тренинги если у тебя было что-то мне просто интересно насколько мы может быть что-то можно с тобой в этом плане обсудить мне попались книжки мамы по духовному развитию но они были вы знаете аля наполеон хилл вот я тоже начинал с этого думаю богатей да думаю богатей да это наверное вот но так привести а как типа завести друзей оказывать тоже да 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 то есть это вот были вот самые самые первые книжки когда вот я особенно в америку тоже приехала вот я начала их читать я просто начала начинала понимать что как-то мы все-таки все время пытался разгадать эту загадку как вот люди добиваются каких-то вещей вот ну то есть вот это вот буду шефер и читала может дневник вела не мечт 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 во всех книгах пишут знаешь у меня не дневник книжка благодарности и книжка вот именно прописывание будущее то есть я каждый день у меня только там все позитивно написано то есть каждый день я беру страничку я пишу сначала 10 благодарности за этот день то есть ну чтобы напитать это такой энергетика как бы позитивный да и плюс все даже самой для самой себя потом я пишу там например ну вот сколько там и на 5 6 7 вещей которые я горжусь что я сделал в этот день тоже знаешь такой себе немножечко ну мотивационную вещь потому что иногда бывает особенно у меня точно все время что я очень очень придираюсь к себе то есть боль чтобы у меня не происходило чтобы я там например не достигала и не что я делала я такая там даже получу там какой-то следующий тайтл или какой-то промоушен или какой-то бонус или что же такая так блин а нужно же еще и вот постоянно такая зацикливать я знаю что это на самом деле не очень полезно поэтому я себе прописываю по каждый день за что ну как бы за что даже это будут могут быть мелкие вещи что вот я сегодня там я не знаю вот действительно там есть сторина сделалась там первую на instagram это приведет там к тому-то тому-то таким маленькие вещи вот и потом я прописываю каждый день такой маленький отрывок ситуации в которой я хочу оказаться в будущем то есть например что это у меня уже произошло там я не знаю да вот я вот помню я когда там лет пять назад когда еще была ассистентом например да буквально прописывала что вот у меня там свой кабинет у меня там такой-то тайтл и вот просто пыталась какие-то детали прописать что вот это будет если честно тогда это казалось там ну практически уже невозможным ты там ассистента вот но за счет того что ты вот как-то вот так вот направляешь такое намерение каким-то образом все случайным таким волшебным даже не случайно на волшебным образом происходило быстрее чем обычно например у обыкновенных людей людей которые мне кажется такое не делают то есть это же делаешь действия ты все равно не то что там сидишь и прописываешь целыми днями да да но вот каждый день я практически вот стараюсь такой я полностью понимаю потому что я тоже когда у меня был я помню я работал со слесарями сантехниками с кровищками такой и вечером приходил домой и в дневнике я писал себе что типа я живу в кремниевой долине учусь в стэнфреде и так далее то есть ну тогда ты бы ваш и такой вообще просто бред если бы кому-нибудь у друзей сказал они бы сказали ты это реально работает так что читайте книжки читайте книжки сейчас еще очень много курсов всякие видео и что это еще делать знаете меня поняла что это очень важно вот даже вот мы были вот буквально на тренинге недавно от конференции да и там выступал один человек он эдвард каллинз он там очень успешный адвокат который тоже там финансовой сфере и что он сказал вот когда вот не то что да что он сказал он мне сказал там пару вещей что когда он там хотел сдаться он все равно этого пошел дальше когда ты слушаешь примеры людей ты просто понимаешь так возможно это такой вот это же можно если у него получилось почему у меня не получится то есть вот очень важно еще мне кажется постоянно выискивать такие примеры автобиографии ну да вот автобиографии я читал наполеона хилла маска стива джобса прям очень много разных биографии сразу сторон его читала про pixar и про другие компания это реально рабочая схема потому что ты вот как бы их читаешь мне кажется ты понимаешь что вот как бы все сталкиваются с такими вещами проблемами себя там дать таки думать что вот это получится неполучить я люблю такое знаешь когда у меня какая-нибудь проблема я такое смотрю на нее и думаю чтобы про эту проблему мне сказал иван маск ну то есть с его перспективы сколько у него проблем из разных компаний там твиттер его всех там и так далее типа как бы он подумал типа его ты такой ты когда смотришь с перспективы у нас может вообще не проблема это просто пыль по сравнению с тем что приходится решать у меня просто проблема что вот сейчас последнее время ну просто нет времени читать я сейчас делаю это аудио книги то есть вот я последнее вот что мне понравилось я прочитала это было atomic habits я наконец на нее добралась я вот ее начала читать имплементировать очень сильно дальше вот все равно тоже очень много сейчас тренингах которых можно взять там он просто youtube даже включил просто youtube включил начал слушать там десяти-пятнадцать минут там что-то слушаешь и тебе уже ты понимаешь что это возможно мне кажется вот это самая главная вещь что людям нужно понимать но такую свою картинку мира взламывать но это возможность у кого-то получилось у меня тоже это может получиться и и еще самое главное наверное не думать как конкретно это произойдет потому что когда мы начинаем ну наш мозг такой типа ум начинается типа ну вот как это вообще возможно но ты просто доверяешь и вот каким-то образом случайно это происходит вы даже вот мы сейчас здесь сидим да я там полтора месяца назад решила что ну пора и тем более я знал что мы приемную компанию где можно там мединые вещи какие-то делать то что то этого нельзя было мордом нал и я такая все я хочу там где-то выступать хочу там еще что-то и вот мы сейчас тобой сидим или даже вот тоже с награды пару дней назад я такая была на другом саммите держала такая эту штучку там у кого-то у друга позаимствовала говорю вот и хочу в следующем году прихожу через день к вам и мне алина такая о тебе сейчас награду буду включать это я даже ну вообще не знала не ожидал я даже не знала что награды там какие-то делают вот но насколько сматеризовалась за полтора дня вот буквально поэтому так вот мне кажется это вот очень важно вот такие вещи начинать практиковать по чуть-чуть и как больше ты это практикуешь тем больше ты это видишь и она больше с тобой происходит расскажи про тот бизнес которым ты занимаешься подробнее чтобы люди понимают с чем это вообще занимаешься с чем сталкиваюсь какие проблемы решаешь самое главное это у нас такой акцент на инвестиции то есть это например приходит человек у которого какие-то определенные активы у нас обычно минимально это 2 миллиона вход долларов вот и мы ему помогаем их разместить в зависимости от их параметров самым лучшим как бы образом то есть это может быть если человек вообще консервативные мы эти деньги в какое-то время скоро понадобятся мы чуть ли не есть они просто просто Akash фроны всего папа Echofer на русском ну кэш Valor Amiga кладем для некоторых у кого поболее интереснее вещи хотят к там например какой-то процент побольше чем 5 процентов на данный момент то тогда уже правит инвестиции это хедж банды private equity private риты то есть это все зависит от человека также помогаем защитить человека от рисков то есть это например это могут быть например налоговые риски чтобы уменьшить их налоговое обложение также чтобы если например человек имеет какой-то бизнес и чтобы в какой-то момент а мы живем в америке кто-то может засудить за что-то мы делаем определенные структуры такие трастовые чтобы если что-то случается да а может случиться с любым потому что может любой человек там идет по улице скажет вот хочу эту компанию буду судить потому что у них есть деньги и потом с ним разбирайся чтобы этого человека вот их активы определенные были полностью защищены вот но самое главное наш акцент это делать деньги нашим клиентам как бы эта проблема понятно что она как бы не всем понятно да потому что если у тебя нет двух миллионов у тебя такой проблемы просто нету вот ты думаешь не как типа сохранить как типа заработать вот и вот у тех ребят у кого есть 2 миллиона они все равно хотят сделать как минимум чтобы они сохранились и никуда не делись очень много из рисковых разных активов если у вас даже недвижимость где-нибудь там есть там например в не америки то есть тоже риски могут быть разными да то есть там если она там не в долларах условно даже в америке есть только у тебя одна недвижка тоже губы есть риски вот поэтому типа вы как бы делаете такой портфель чтобы он был такой сбалансировал из зависимости от технического задания условному собственника денег для и сделать так чтобы эти деньги и там сохранились и приумножились зависимости от того в destino да то есть вы там уже ему какое-то количество иксов там условно там ну примерно может сказать не обещаете но там ориентируйте так скажем да там на что можно рассчитывать плюс-минус а если 35 лет горизонта тогда мы можем достаточно четко рассказать потому что да потому что мы берем такую вещь очень важную это дауман type model то есть большинство вот таких вот там доумент пенсионных фондов они как бы ну хотят просчитать что конкретно будет для них работать вот и мы как бы распределяем по разным сферам куда эти деньги могут пойти что здесь у человека вообще только 2 миллиона то 200 тысяч все равно ты не можешь власть в классе один продукт то есть это а если это 2 миллиона из там 100 и но они нам просто дали то это уже другой разговор но что да когда ты заходишь такие инвестиции через компанию как ну вот например какой-то большой банк а ты получаешь лучшие условия потому что мы заходим как целый банк на очень много клиентов и за счет этого да потому что если ты пойдешь там просто директ ли на какой-то правит декуте тебе мы как индивидуал человеку тебя могут сказать нужно миллион вложить еще у тебя будут выше выше цена за услуги то есть например ну кост костным и там будут выше потому что ты приходишь как один а когда как целая компания через что-то тебе это просто эффективнее даже если ты гипотически не прям гори желанием я не знаю там иметь какие работать с банком каким-то по каким-то причинам все равно так более эффективно зайти в эти инструменты просто потому что они могут тебе лучше условия расскажи вот ну учитывая там твой опыт уже там в америке город» был поэтому она любит за вас их далее не нужно тем vertex будет такой альтера я делаю но и так вот это Foods так это что здесь просто ну покажи у тебя вашиographics но я приключу неё в январе 싶은 у тебя входит наш�� и ты читаешь вот ты помнишь, там тысячи человек, туда-сюда, по-моему, то ли мы на какой-то ланч сли все вместе, что-то такое, мы с Алиной сконнектировались, такие, а давай созвонимся, потому что такая, по-моему, а потому что вы рассказывали, по-моему, про что-то, что вы там общаетесь с людьми такими-то, я думаю, ну, как раз у нас вроде похожие люди, с которыми мы общаемся. И вот мы с ней созвонились, и у вас уже это набор на эту программу даже, что-то там пару дней до этого закрылся, и мы буквально поговорили, по-моему, полчасика по зуму, и она говорит, вот такая-то программа, вот т.д. Ну, если что, я тебе открою место, там, вот она закрылась, я говорю, да, присылай, короче, я даже ничего не открыла, не посмотрела, я такая, просто пишу, sign me up, вот там кредитная карта information, вот все, вот я вообще, я даже не открыла ничего, но почему-то мы с ней поговорили, и я такая, мне нужно там быть, причем это было там чуть ли не за полгода, это, думаю, в мае тогда вы тогда были, поехала, так как уже, ну, как бы уже зарегистрировалась, думаю, и на самом деле не было каких-то там ожиданий, да, ну, не то, что ожидания, даже не знала, куда я еду, что такое, и, в общем, я настолько приятно, как сказать, удивилась, я так понимаю, мне что было очень интересно вообще посмотреть, на самом деле, на вот это, что происходит в Кремниевой долине, потому что я никогда на самом деле так не была, было очень классно съездить в университеты, в компании, посмотреть вообще, насколько, какие интересные идеи люди делают, вот просто это, знаешь, такое было, когда мы здесь там финансово в нашем мире, да, то есть там, ну, я уже там стандартно знаю, что мы там предлагаем, там еще что-то, какие-то другие вещи, а тут просто какие-то собаки, которые ходят, да, мало которых там, знаешь, это свой характер там, какие-то такие вещи, которые ты, ну, даже не знаешь, что вообще существует, и плюс еще столько много разных предпринимателей было, они такими своими идеями делились, ты просто понимаешь, что столько других вещей делать, и у меня после вот программы выявилось столько идей, как можно там развиваться, тоже самое там по бизнесу, по другим каким-то там персональным проектам, то есть вот настолько меня это прям зарядило, вот, плюс еще, естественно, люди, которые были на программе, ну, это вообще просто, я даже не знаю, как это описать, просто практически каждый, это, наверное, там 99 процентов с ними, со всеми успели очень тесно пообщаться, узнать друг от друга, узнать, что они тоже делают, и причем все такие, да, безумно успешные, в разных сферах, и это начинает как бы помогать тебе какие-то разные проекты, обдумывать, что вот такое вот тоже существует, такое делается. Расскажи, как тебе вот последние два дня мы как раз... Ой, это было очень круто, очень классно, потому, ну, во-первых, могу сразу сказать, одна из классных вещей, что когда уже приходишь, там больше половины людей уже все твои друзья теперь, потому что настолько всех знаешь, это опять их видеть, и так и было, кстати, что для нас, вот с кем я там поговорила, мы же не видели где-то месяца три, там три с половиной после этого, и все говорят, насколько у них тоже изменила жизнь, и насколько они другими стали, я вот с некоторыми поговорила, там кто-то тоже, вот там вот Дима, который у нас на программе, например, был, он там говорит, вот я раньше там был таким интровертом, а сейчас вот мы там друг другу позаимодействовали, ты мне там что-то сказал, ты это, я стал совершенно по-другому на это все смотреть. Тоже еще там пару ребят, тоже так же, вот с Мариной, которой я была в Дубае, тоже такие вот, знаешь, такие вот прям отзывы, вот, и то, что вот мы сейчас там тоже два дня были, первый день очень было классно тоже и новых людей встретить, которые подтянулись, потому что это какие-то новые там знакомства, новые тоже идеи, вот как раз сегодня девочка одна встречалась, которую я там встретила на ивенте, еще там с парой людьми, должны сконнектироваться, ну уж естественно, вчера на лодочке с ветерком, вернее, на двух лодочках, на двух лодочках с ветерком, и еще мы как раз были на лодке, где вот вторая была, где было всего там 12 человек оказалось, и там сидишь и час обсуждаешь мир с Максимом Ноготковым, который там, ну там добился такого и видел столько много всего, ну и с другими, естественно, участниками, ты просто понимаешь, насколько у тебя вот просто, ну у тебя есть доступ теперь к людям, которые, ну вот например, если бы ты там, я не знаю, тысячу раз там их можно написал до этого, они бы с тобой не захотели общаться, а тут, так как ты вот в этой комьюнити, ты можешь вот просто сидишь с ними на лодочке, пьешь чай, там играешь в игры, в чем-то, в шпионы играли, да, там тоже все равно это так сплощает, как-то все такие, знаешь, такие знакомые становятся, и вот ты вот понимаешь, что с ними можешь какие-то вещи делать, и все равно каждый раз ты с ними разговариваешь, ты узнаешь про что-то, что ты до этого не знал, тебе это дает такой огромнейший мотиватор идей и проектов, и каких-то, не знаю, вещей, которых ты даже не думал, которые ты потом, ну вот потом у тебя как раз месяц это воплощать, грубо говоря, вот, поэтому это очень классно, тем более в разных локациях, разные какие-то, знаешь, такие разные страны, потому что ты как бы, потому что в каждой стране, естественно, или там вот к разным штатам подтягиваются какие-то другие люди. И ты как бы ныряешь в какую-то новую вселенную для себя, и там уже более-менее понятные люди с понятным контекстом, и ты там для себя находишь какие-то новые контакты, и у тебя теперь там какие-то есть друзья, которым ты можешь сюда вернуться. Да. Кстати, я тебя обязательно приглашаю, ровно через месяц будет наш следующий ивент в Сан-Франциско. Так что ставь календарик, вот, ровно через месяц это будет просто что-то. Помнишь, у нас была Зарина на GPT Party выступала, которая волшебным голосом пела? Да, 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 конечно. Вот, мы пригласили ее, там будет в таком бернерском стиле, без такого пафоса, все будут там, не знаю, в шубах, в каких-то странных одеждах, сидеть, да, а-ля Burning Man Style в таком формате, и вот вечеринка на всю ночь, и потом, я думаю, сделать еще один день, такую как бы закрытую встречу, это будет такая открытая, куда мы всех приглашаем, и там будет комьюнити, и там местный экран, ну, в Сан-Франциско, мы с ребятами организуем. Я вообще был инициатором, но вот собрал группу людей, кто-то взял там на себя ответственность, потому что у меня сейчас тоже куча разъездов, это вот мероприятие мы проводили, там ребята все включились, уже вот сейчас я сделал анонсы везде, поэтому обязательно приезжай, будет очень круто, и там у тебя будет возможность тоже узнать еще больше людей, как из Кремниевой долины, так и из других тоже регионов, тоже обязательно приедут. Расскажи мне о своих планах на будущее, что, о чем ты мечтаешь, что ты пишешь в дневник мечт своих, расскажи. Свершилось, у тебя есть свой кабинет, ты теперь там в Айспресс. Нет, кабинет у меня был, просто сейчас лучше стало, их стало два, один в Нью-Йорке, один здесь, один теперь на парк камень смотрит, я когда такая лучшая, зашла в него, только думаю, вот об этом я мечтала, когда я только переезжала в Америку. Слушай, на самом деле очень много проектов, и вот что вот я как раз-то и говорю, что вот почему вот на вашей программе, ваша программа очень сильно повлияла, потому что не только проекты я начала делать по моей такой прямой специальности, во-первых, да, мы там сейчас очень интересные, вот даже вот с ребятами сегодня сидели, вот которые были на программе, мы там попытаемся их в фонд на нашу платформу, сюда, чтобы у них там был как бы access ко всему банку, вот, ну то есть по специальности, грубо говоря, да, там новые клиенты, все остальное, профессиональных проектов, которые я наконец-то, ну не то, что наконец-то, я все время о них думала, но так, так как все равно это было немножечко не моя комфортабельная зона, я это как-то так и откладывала, и ну не начинала какие-то прям конкретные действия, и у меня не было даже, как бы не понимала, с чего начать, например, я вот хотела очень там ютуб канал запустить, там инстаграм, еще что-то, вот на вашем, например, дубайском ивенте, познакомилась с Ваней, потом там с Георгием познакомилась, которая меня там сконнектировала с другими, то есть понимаешь, такие connections, которые при проектах ты не делаешь, потому что ты не знаешь, с кем их начать делать, и вот как раз у вас, так как у вас там очень много людей разносторонних, да, то есть это может быть там social media, люди финансовые, какие-то так люди, и вот постоянно там общаешься, и вот с такими людьми, так о, а я как раз вот этого человека такого искал, который причем как раз ты прям эксперт в этом, в этом, в этом, и так как ты, так как мы все там получается как бы часть комьюнити, естественно все друг другу вот прям очень стараются просто помочь, вот, и поэтому вот я сейчас начала запускать очень активно social media, до этого я вообще никогда, ну, то для, ну, как бы для профессионального и проектов не вела, вот, поэтому я вот сейчас наконец-то все-таки решила дописать мою книгу, вот, которая будет в феврале выходить, много разных коллабораций, которые я там планирую, но это все будет связано там social media маркетинг, это как бы тоже, как бы немножечко сейчас в начальных стадиях, поэтому у меня там прям до безумия какой-то конкретики, но вот прям каждый день какие-то интересные вещи, какие-то новые проекты мне кто-то придал, а вот, кстати, у вас тоже была одна, когда на первом дне тоже ко мне там подходит один из участников и говорит, а давай, вот у меня пришла идея, я вижу, что ты сейчас вот это вот активно делаешь в social media, давай с тобой вот это сделаем, вот это я так говорю, о, супер, классный проект, то есть вот сейчас над этим начнем работать, то есть так как это, я недавно всего это только начала, это как бы exploring, но это настолько интересно, настолько захватывающе, потому что я и говорю, как бы новый мир открывается, потому что до этого у меня такое ощущение было, ну да, там финансист, финансист, да, все замечательно, идешь вот по этой дорожке, вот, а за счет того, что встретил столько интересных людей, столько от них узнал, что теперь начинаешь это интегрировать в свое развитие, и причем там и духовное развитие, и в другие проекты, это просто, ну как-то, amazing вообще, вот, поэтому, так что так. Понял, короче, амбициозные планы. Амбициозные планы, да, надеюсь, там, когда там в следующий раз, если мы будем записывать через полгодика, уже будут, уже отчеты, отчеты, что конкретно произошло, что это, да, но я очень рада, что это меня замотивировало, это, и я вижу, что вот какие вещи я делаю, уже начинают помогать и людям, и какие-то, вот, ну и в работе тоже это очень. Ну да, я тебе очень тоже благодарен за огромное количество теплых слов. Да, ну потому что так есть, что могу сказать. Спасибо, дорогая. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Продолжайте в том же духе, мы будем стараться поддерживать, как только можем, потому что вы делаете действительно очень классную вещь, особенно, знаешь, для русскоязычных людей здесь, которые, ну, как бы, не хватает этого, вот, очень не хватает вот таких вот именно комьюнити, где, ну, вот, можно друг другу очень сильно, серьезно и классно помогать во всех следствиях.